Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас со станицы Геогинской. Сейчас раннее утро, прошел дождик. На улице все так свежо, благоухает. Опять наша утка пришла просить кушать. И они, оказывается, думаю, почему у нас абрикосы поклеваны? Это вот эндоутка у нас их клюет. Вот, если они остались немножко абрикосов в корзинке, она приходит, их клюет. Пришла, гуляет. Кошки наши наблюдают. Сладкоежка. Сладкоежка, иди. Вон Валера пошел тебя кормить. Пошли. Иди. Утя, утя, утя. Все, она его увидела. Опять побежала, побежала. Ну иди, иди. Кошкам уже все равно. Идет. Опять пошла, пошла. Давай, иди. Спокойненько. Потихоньку, по дорожке. Ничего нигде не трогает. Молодец. Цветочки мои все целые. Вот какая умничка. Сейчас вот иди, иди, иди. Ага, иди, Валера. Иди, выходи. Выходи, давай, красотка. Давай, не пугай ее. Ну иди, 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 кушай, иди. Да иди же ты ешь. Я тебя тоже трогать не буду. Вот такая. Вот она. Вот. Мы сейчас кормим здесь ее, их поближе, потому что у нас, видите, что творится, речка так и не уходит. Вот они сейчас стали здесь приходить, эти уточки. Вот это одна белая и еще одна коричневая. Но она потом придет. Кушает. Вот река как разлилась. С утра был дождик, вечером дождь был. Это хорошо, хоть не поливать. Растения немножко вздохнут. Эхинации совсем развалились под дождиком. Красивые. У нас уже флоксы расцвели. Тоже дождь их повалил. Вон какие шапки большие. Даш, 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 даш. Что работаешь? Абрикос. Валера ей еще абрикосы дает. Пусть покушает. У нас индоутки абрикосы кушают. Какая красота. Полиусы уже прям большие стали, выросли. Такие кусты. Целую неделю не снимала. Шли дождики и фрукты подросли. Смотрите, какие игрушки стали. Прямо уже вот как лампочки висят. Такие большие. Выросли. И яблочки подросли. И сливки. Вот эта вот слива. Осыпалась, конечно. В этом году побольше было. Что там за птичка такая кричит. Поникли флоксы. Здесь у меня появились новые растения. На следующий год будут здесь будут у меня такая аллейка. Новая. Не колиуса, а многолеток купила. Вот купила. Купили мы берючину. Такой кустик красивый. Хочу сделать, чтобы была такая изгородь. Не было вот этого забора. Видно было. Чтобы не было. Потом вот Стефандра, по-моему. Вот кустарничек Стефандра называется. Вот он такой вот. Сейчас не видно. Он за колиусами стоит. Вот это у меня декоративная слива купила. Купила я. Вот она вот такая. Вот у нее листики. Видите, какие красивые. Мокрые под дождиком. Вот я ее дорощу. Вот так вот. Вот до штампик. Вот примерно до забора. Вот. А там прищипну. Она у меня будет расти. Потом пушистенькая. Буду встречу ее шариком. Вот опять Стефандра. Стефандра, по-моему, называется. И берючина. Будет такой красивый. Она разрастется. И будет здесь все. Вот это будет закрыто. Такой заборчик. Ихинацея во всей своей красе. Какая вот она красотка. Лилии уже свели. С утра лягушки квакают. Вечером квакали. И сейчас квакают. Все цветет. Благоухает. После дождика. Такая благодать на улице. Сыников. Какие красивые стали. Кустик пушистенький. Они маленькие. Но очень большие. Вот у них такие вот шары. Прям красивые. Какие шары. Яблонька подросла. Яблони выросли. Вот такие яблоньки. Яблочки висят. Должно быть много яблок. Здесь подстригли мы вишню. Чтобы она не росла слишком сильно вверх. Сейчас столько солнышка образовалось для инжира. А то он стал сбрасывать свои инжиринки. Вот смотрите какой большой стал. Ему сейчас много солнца. Кизил. Начинает. Не спит. Но по крайней мере наливаться. Эти ягодки. Клубничка. Вот эта вот ремонтантная. Уже второй раз дает. Стала давать ягодки. Вот уже покраснела ягодка. Сладкая. Вкусная такая. Вот это тот фурор. А нет. Вот тоже зацвела. Попозже. Тоже ремонтантная. Скоро будем есть второй урожай клубнички. Вот посадила руколу. А вот у нас уже, что мы с вами садили второй раз я лук садила. И вот видите, он уже какой молоденький. Скоро есть будем свеженький лучок. Рукулу посадила уже. Вот она уже какая. Было жарко. Ей было тяжело. А сейчас вот пошли дождички. Прямо сразу в рост она пошла. Как в джунглях. Такое музыкальное сопровождение. Спиреи подросли, которые я стригла. Такие шарики уже. Через месяц опять будут свести. Красотон мой стоит в горшочке еще. Вот фламинго. Клен фламинго. Красиво, как цветут. Это место, где эхинацея у меня. Прям таким массивом. Это лекарственная эхинацея. Неприхотливое растение. Такую красоту создает. Смотрите. Прям красота. Розочки все цветут. Вот чем мне она нравится, вот эта роза. Она постоянно цветет. Я ее срезаю. Она вот такие шапки опять наращивает. Прям красотка. Там вот бассейн наш стоит. Что у нас здесь еще подросло? Вот. Красота. Скоро будет свести наши очитки. Кустики какие нарастили. Это вот Мадонна очиток. Осенью будет красный. Куст ромашки развалился под дождем. Тоже очиток какой огромный стал наращивать свои уже бутоны. Шапки такие будут. Большой какой. Даже не ожидала, что он такой вырастет здоровым. Бассейн наш. Эти дни прохладненько. Не купались мы. Эти дни прохладненько. Вот смотрите, как эхинацеи разросли. Ой, эхинацеи. Сыни разрослись. Прям таким массивом большим. Красота. Все подросло. Буквально за недельку все подросло. Здесь Валера забетонировал полосу. Пришли проверяющие, прорабы. Буквально это вчера он забетонировал. Будем доски сюда укладывать. И у нас будет такая большая длинная скамья. Возле бассейна. Можно будет выйти и посидеть на солнышке. Можно даже полежать будет, позагорать. Пойдемте посмотрим, как наши помидорки себя чувствуют. Клубничка нарастила уже свои листики. Вот тоже ремонтантную посадила я весной. Уже какие ягодки большие. Так что гости приедут скоро и будут кушать. Вон она уже краснеет. Красоточка. Надо, наверное, ее съесть. Сладкая. Здесь Валера выкопал клубнику. Освободили площадь. Потом посадим фацелию. Или какой-то другой сидират. А осенью здесь перекопаем. И чеснок будем садить пока. А на место чеснока чеснок тоже выкопали. На место чеснока посадим немножко клубнички. Такой замкнутый круг будет. Вот тоже ремонтантная клубничка такая. Выросла маленькие кустики весной садили. Камрад-победитель называется. Ну, как они вымахали. А это у нас самосейниц. Дориан. Дориан называется. Видите, какой цветок. Здесь будет большая-большая такая куртинка. Большие такие цветы, огромные. Сам сеется. Сейчас покажу вот этот цветок. Вон, смотрите, какой граммофон. Вот они вот так все лето. Один отцветает, другой зацветает. Прям, ну, нам не знаю, ну какой он сантиметров сколько. В 15, наверное. Это он под дождиком немножко так вот поник. Сантиметров 15, наверное, в диаметре. Вот еще здесь вырос красавец. Ой, забыла же, как он называется-то. Амарант. Амарант. Тоже семечка. Никто его не садил. Все с перегноя соседского, с птичьего. Такие красные грозди будут у него. О, что-то внимания не обращала. В компосте тыква. Семечки кидали, она вон выросла. Пусть растет. А вот здесь у нас тыковки. Гитара. Вон начинает уже завязывать свои тыковки. А здесь вот компост. Тоже выросла. Вот тыква и персики растут. Осенью потом их пересадим. Не стали сюда. Теперь траву пока кидать. Здесь у нас яма такая, не яма. Для компоста место огороженное. Ну, вот персики нынче помешали. Пускай растут. Будем пересаживать их. Пойдемте посмотрим. На помидорки. Здесь вот малина. Уже подросла молоденькая. Валера столбы забетонировал, сделал. Вон какие большие красные красивые столбы. Будет потом натягивать проволоку, когда она подрастет. Вот наши помидорки. Он уже начинает помаленьку краснеть. Тоже какие-то наращивают гроздья. Вот какая-то помидорька. Да, проверяющие. Что, Васечка? А вот смотри-ка, Маня села. Пойдем посмотрим. Прям под красными помидорками. Маня, ты знаешь, где сидеть. А вот, смотрите, покраснели уже помидорки. Это какой-то сорт. Где-то у меня все определители есть. Ну, потом посмотрим. Видно будет уже. Ну, вроде ничего. Завязываются. Завязались. Где-то много, где-то мало совсем. Маня. Ой, Бася. Вот ходит она по этой сетке. Гимнастка наша. Это вот желтые, минусинские. Ой, вкусные такие помидоры. Вон они прям как вот. Сетка от жары прям спасала, конечно. Да, да, да. Ну и куда ты залезла? Где ты там? Ну-ка, сваливай давай оттуда. Бася. Разные и большие помидорки есть. И маленькие сорта. Будем за ними наблюдать. Так что к приезду гостей, наверное, у нас уже будут помидорки. Да, да. Малинка наша. Немножко есть там внизу малина. Но она у нас в августе будет. Поздно. Попозже. У нас кроме малины сейчас есть что кушать. Вон стал бы и тоже. Здесь вот тоже Валера стал бы и сделал. Здесь вот два кустика пропало. Малинки. Ну ничего. Подрастет. Она хорошо разрастается. Помидорки какие-то маленькие. Как черри, наверное. С черными такими кончиками. Уж не помню тоже, что садила. Вот они. Они какие висят гроздочками. Наверное, я думаю, что еще подрастут. А может быть, такие будут маленькие. Покупала на сайте. Не на сайте, а участницы. В Ставрополе выписывала семена. Из 15 сортов что-то выберу для себя, что понравится. Нет, так новые посадим. Мы еще не совсем опытные в этом деле. Вот еще какие-то интересные пестренькие. Тоже вот. Сейчас посмотрю. Здесь, по-моему, у меня написано. А, это вот. Это какие. Называется, знаете, как мятежный звездный истребитель. Говорят, очень вкусные помидоры. Посмотрим по вкусу. Надо сейчас от фитофтора опрыскивать. В этом году вообще не пользовались мы никакой химией. Триходермином опрыскивали. Фитоспорином проливали тоже под корень. Валера недавно их все подкормил удобрениями. Вот зеленое удобрение. Замачивали в ведре. Добавлял золу. Вот этим раствором он подкармливал под каждый кустик. Помидоры, огурцы и кабачки тоже. И вот опрыскивали мы каждую неделю. Потому что у нас фитофтора... Ну, вот в августе уже практически в конце августа уже томатов нет. Все желтые мы уже выкапываем. Потому что фитофтора съедает. Прям съедает за неделю. Посмотрим, как в этом году. Что каждую неделю мы проводим опрыскивание вот этими биологическими препаратами. Фитоспорин. И триходермин. Вот еще какие-то интересные тоже. Какой-то сорт. Такие пипочки. Манька. Хвостик свой рыженький. Ну, растите томатики. Растите. Кабачкам подойдем. Кабачки уже. Уже срываю прям такие вот. Что-то желтеть начинает. Вон кустик пожелтел. Ну, по крайней мере, вот родят. Вот этот вот кустик вроде неплохой. Кустовые. Они сильно не расползаются. Но все равно. Видите, вот листики там уходят. С плодами. Вот он вот сюда немножечко вот так вот продвигается. Но не сильно. Он опять и опять вот интересно. Видите, как я срываю. Он немножко длиннее становится. Сам куст. Пойдемте заглянем в тепличку. Кто там у меня. Вот очередная клумбочка у меня. Живучка заполняет ее. Будет красота. И полотни надо будет. Так. На огурцы воздушное пространство заполняет весь потолок. Вчера только сорвала. На ней он висят. Я не посынкую, ничего. Потому что уже другие огурчики посадила. Вот они висят, как лампочки. Вот и в основном один сорт дает этот бьерн. Голландская, по-моему, селекция. А другой, вот он, что-то хиленький такой. Их здесь несколько, несколько всего огурчиков. Два, по-моему. И толку от них нет. Бьерн себя показывает. Вон они еще за ночь уже наросли. Такие красотки. А вкусные такие, нежные, хрустящие огурчики. Особенно в засолке. Так вообще прелесть. Перчики нас что-то сильно в этом году не радуют. Что-то где-то непонятно. Ну, стали вот свисти. Ну, немножечко вроде как отошли. Не знаю, в чем причина. И подкармливали. И, может быть, еще рано. Что я высадила поздно. Вот какие-то вот выросли. Здесь вот уже эти... Ну, я такой сорт точно не садила. Вот не садила я вот такой сорт. Вот длинный, узкий какой-то. Может быть, это горькие красные будут. Что это выросло. В следующем году буду, как советовали в интернете, покупать красивый перец. Любой. Даже можно в супермаркете купить. С четырьмя камерами. И брать с него семена. Они даже если гибридные. Вот один год можно садить. На второй год опять так же. Покупаешь, берешь семена и садишь. Говорят, прям сходит щетка и растут хорошо. Потому что вот эти производители оптовые, которые занимаются перцем, они всегда садят хорошие сорта. Урожайные. А то покупаешь, непонятно что. Ну, вроде в том году был у меня вот эти вот сорт. Сорта хороший. Не знаю в этом году. А это вот выписывало. Тоже неизвестно что. Ну, посмотрим. Может быть я зря говорю. В общем, будем покупать. Будем садить вот таким методом. Брать свои семена. Вот, смотрите, интересно. Я салат срезала. Сказали, если срежете, он опять нарастет. Ну, конечно, не так. Ну, просто не хотела выбрасывать. Думаю, попробую. Правда нарастает? Мало, конечно, его сейчас хватает зелени. Потому что в жару он не растет. Я бы все равно его не сеяла. Потому что слишком жарко. Будет угнетаться. Сейчас вот такие вот пальмочки стоят. С ножками, с листиками. Хочу показать, что это я уже вторую партию огурчиков посадила. Видите, немножко. Восемь штучек. Вот один не взошел. Второй раз уже пересажу. Почему-то не всходит. Значит, хватит мне этих семь штук. Там места много. Теплички. Вот туда подсадим их. Пока в горшочках. Так лучше. Вот. И с мое дерево покажу. Цветочное. Все. Разрастаются. Растения. Такие пышные становятся. Традисканция. Прям пышет. Такая зебрина. Какая красотка. Вот это вот. Розово-белое. Все цветет и цветет. Цветет и цветет. Надо обрезать. Катаранту сампельный. Вот уже подрос немножко. Я потом его на зиму занесу. И буду черенковать вместо питоний. Что-то я в них совсем разочаровалась. Вот это вот хосточки. Уголок хосточный. Надо скоро уже ситочку эту убирать. Потому что виноград уже разросся. Я сейчас покажу свои. А, вот у меня, смотрите. Вон, логинстремия зацвела. Такая красотка. Вот дождик ночью. Вон, немножко повалились. Смотрите, какие индийская сирень называется. Логинстремия или индийская сирень. Действительно, на сирень похожи. А сколько, смотрите, сколько цветоносов. Вот она сейчас будет еще цвести. Август. Она вот сейчас зацветает. В июле. И цветет долго. Еще садила как белую. Но у меня белый, конечно, мне дали две розовых. Ну, тоже красивая. И есть у меня она еще молоденькая, малиновые цветы. Следующий год будет цвести. А вот это вот наша с вами. Вот, смотрите, как подросли у меня и поменьки, которые мы с вами садили. Вон они уже какие большие. Вон, еще больше будут разрастутся. Здесь четыре кустика на 80 литров. И еще плюс. Ну, ему, конечно, здесь солнца мало. Ну, ничего. Колиус такой. Под бананами. Вот в горшках наши композиции уже наросли. Такие красивые. Следующий год буду в горшках садить. Мне нравится. Поливаю раз в день. Даже на самом солнце стоят и ничего. И мне не сложно. В горшочках им даже очень понравилось. Там земли много. Практически по 10 литров. Даже там побольше. Базилик. Сразу и щипаем, и кушаем. Хорошо. Что-то в земле ему то болеет, то ему солнца мало, то ему много солнца. А здесь вот ему прям прекрасно. Базилик. Следующий год тоже буду так практиковать. В озоне базилик садить. Тоже какие он розы. Клематисы уже цвели. Это розы помаленечку цветут. Тоже вон шапки. Вот эти вот. Что я оставила. Вот эти розы. Они потом... Сейчас такие гибкие, а потом они нарастут. Ветки в них будут хорошие. И молодые. Всего год этим розам-то. Тоже какие большие. Вот подаренный букетик у меня растет. Наращивает свои колосси. Правда вот наращивает. Интересные такие. Ну они однолеткие, но все равно красиво. А действительно. Дарите лучше несрезанные цветы. Такого вот плана вот. Эти вот, по крайней мере, меня все лето порадуют. А если многолеткие, так они надолго. Сейчас подойдем. Здесь я еще композицию сделала. Вот здесь вот уголочек такой дома. Возле крыльца. Питунью я срезала уже. Вот она опять наращивает. Не буду на следующий год садить. Вот катарантус. Лучше. Я уже и поливала ее, и прыскала, и подкармливала. Вот такая хиленькая. Вот что ли дело. Вот букетище. Знаете, какой красивый. Он и глаз радует. Ничем не поливала. Ничем не опрыскивала. Только вода. Надо будет подкормить. И цветут, и цветут себе. Вот этой своей листвой. Цветут. Свою листву вот эту красочную. Как цветы. И цветы не нужны. Вот чем они хуже, чем питунь. Вот эти колиусы. Вот красотки. Вот смотрите. Вот питунья стоит между ними. Вот она вот пока она растет. Вот и то непонятно. Вот этот аватарчик. Вон какой нарос он. Вместе с дихондро бороду свою отращивает. Вон какой красавец. Прям этот один кустик такой. Он просто маленький. Здесь ему в земле-то они еще огромные будут. Не знаю, как он будет там в горшке, но у него там литров 12, наверное, горшок на один кустик. Вот какая красота. Чина-роза в ногах. А вот это вот остатки, которые были. Вот они здесь вот прям показали свою красу колиусы эти. Вот. Вот зачем они цветы, эти питуньи действительно. Ну, может кто-то умеет. Может быть, я такая вот. Мне не получается с ними. Или некогда мне с ними нянчиться. Некогда. Вон какие огонечки. Вот. Вот красавец цветочек. Растет себе и растет. Вот такой необычный, инопланетный прям. Не скажешь, что это колиус. Это он маленький такой. Вот его дома в горшочек забрать и всю зиму сидит. Вот этому, наверное, уже скоро год будет. Так что вот сделаю следующий год. Опять вот здесь вот такая же композиция у меня с колиусами. Такие самые красивые выберу. Ну, 10 минут я вышла. Вечером полила. И все. И никаких проблем. Сейчас еще подойдем вот к этой вот зоне моей. Вот. Он уже опять стала... Зацветает вейгела. Он маленький кустик. Ну, правда, она вот уже какой-то второй раз зацветает. Умничка. Молодец. Розочка. Здесь одну розу оставили. Вот она здесь вот красуется. В этом фоне. Вот эта аспирейка уже отсвела. Надо будет ее подстричь. Начитки цветут. Вот какие красненькие. Клубочка у меня так постепенно наращивает, наращивает зелень. Это тоже зелень, да, Вася? А сока развалилась под дождичком. Вот такая красивая. Нарастела себе вот эту... Кохолок. О, вербейник уже вылез. Прям за ограждение, за мое. А вот посмотрите, как у меня цветы расцвели. Светчика вот эта вот. Прям такой, таким густым-густым массивом. Еще долго будет свести. Они вот больше, наверное, метр-двадцать подвязала скучку. Ну, красиво. А здесь мы вместо монарды пересадили кариаптерис. Ну, ничего, прижился. Постоянно он закрывал его. На солнышке вот его. На день закрываю, потом открываю. Ну, вот уже новые листочки. Думала, в жару погибнет. Нет, ничего. Валера с хорошим комом пересадил его и все. Что ему делается? Так. Ну, вот вроде немножко по нашему саду. Я вам показала, какие изменения у нас произошли. На этом все. Сейчас пойдем завтракать. Время 7 часов утра. Всем всего доброго. Мирного неба. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова